Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Начинается программа «Открытая кухня». Я передаю образы правления постоянной ведущей Валерии Ивановой. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире действительно открытая кухня, но сегодня в таком необычном формате для всех. Мне, к сожалению, приходится еще какое-то время находиться на карантине. Но это не отменяет того, что мы все соскучились по эфирам нашей вкусной передачи, где мы раскрываем все секреты. И сегодня я с большим удовольствием представлю гостя, с которым мы общаемся, но не как горячую и актуальную тему в эпоху ЧАЭС. Это Эдгар Закис, мой очень давний товарищ, мой бывший коллега, человек, который сейчас ведет три бесконтактных ресторанных проекта. Это с парней «Астас», «Хумаса Блёда» и банкетный сервис «Грапис». Мы сегодня обсуждаем виртуальные рестораны, вообще, что это такое в эпоху пандемии, в чем суть нового концепта, с чего начать, как развить. Ну и, конечно, говорим о сервисе доставок, является спасением сферы хорика во всю эту непростую ситуацию для всех. Ну, давайте поприветствуем нашего шефа. Эдгар Закис, привет, Эдгар, ты нас слышишь, видишь? Нет? Эдгар, что-то нам качает головой. Эдгар, пожалуйста, проверь свой ноутбук, там должно быть mute, unmute, join with computer video и computer audio. Да, я пока расскажу. А, ничего не слышит, Эдгар. Что-то у нас… Посмотри, пожалуйста, звук. Посмотри, пожалуйста, звук. Да, у нас сегодня, дорогие радиослушатели, извиняемся, да, заранее у нас сегодня такой вот первый зум, когда действительно ещё и радиоведущая находится. Так, Эдгар подключает, подключает. Всё, Эдгар, привет. Привет, Валерия. Я тебя уже красиво представила, так что ты можешь вообще не нервничать. Вот, я очень рада тебя видеть, слышать. Как твоё настроение? Хорошее, как всегда. Я не сомневаюсь, этот человек всегда на позитиве. Эдгар, слушай, ну, давай так. Так, сегодня, да, мы поговорим на действительно такие важные темы, как вот развить бизнес в рамках Ореки, дистанционно, под КОБЧС. Мы все знаем, рестораны работают только на доставку. Но давай мы немножко тебя представим, да, сколько лет ты в этой сфере, где работал. Можем не перечислять всё, огромное количество всех ресторанов, да, но вот как-то так вот по пунктам давай. Ну, в сфере я уже более 20 лет, может, какие-то уже 25. Закончил рыжеский торговый техникум, после этого отработал 5 лет на Домской площади, на гриле поработал немного, стейки пожарил. Потом поехал жить в Ирландии. В Ирландии 16 лет. Начал, в принципе, с нуля. Поехал туда, не было ни разговорного английского, ни также этих знаний, которые были нужны, чтобы работать поваром. Поработал какое-то время в фабрике, в мясной фабрике. Потом понял, что это всё-таки не моё, и вернулся обратно на кухню. И в Ирландии начал с нуля, и закончил, в принципе, в одном из самых лучших ресторанов шеф-поваром. Это вкратце. Но потом вернулся обратно в Латвию, в Латвии пару ресторанов, и понял, что надо работать самому на себя. Так что, ну, вкратце так. Вкратце так. И я вот хочу сразу нашим радиослушателям сказать такой у нас сейчас самый такой удачный момент, я бы сказала, да, что вот этот человек с таким огромным опытом сегодня вам дарят аж две подарочные карты в два своих бесконтактных проекта. А конкурс у нас сегодня следующий, дорогие друзья. Слушайте внимательно. Зайдите ещё раз на все возможные приложения по доставке еды, и изучите ассортимент. Возможно, вам какого-то ресторана, какого-то предложения не хватает. Присылайте свои возможные варианты ответов, да, какую кухню ещё не хватает у нас на сервисах доставки, на номер 2563-0103, 2563-0103, и мы разыгрываем две подарочные карты в рестораны бесконтактной доставки Эдгара Затиса. Ну, а пока мы продолжаем. Эдгар, давай. У нас сегодня много вопросов, но чрезвычайно мало времени, поскольку мы тут коннектились. Да. Как ты пришёл к тому, что хочешь свой бесконтактный ресторан? Пандемия или своё желание изнутри? Нет, опыт. В Ирландии я жил в предыдущий кризис, и, в принципе, по цикличности получилось, что кризис должен был начаться сейчас. И я не был уверен, что это будет пандемия или что-то другое, но я знал, что кризис будет. И по опыту из Ирландии, когда я поехал в Ирландию жить, то экономичная ситуация была очень похожа на ситуацию, которая сейчас в Латвии. И я понял, что развитие будет примерно такое же, как 14-15 лет тому назад в Ирландии. И поэтому я решил, что нужно что-то делать именно в сфере комфорт-фуд, фаст-фуд, то есть быстро приготовленная еда. Ну, качество, что важно. Да, это, ну, да, наверное, другое не умею. Но, в принципе, это был опыт, который подсказал, что если развитие сценарий будет такое же, как и в Ирландии, то именно этот путь самый правильный. Ну и, в принципе, всё доказалось, что да, ошибки нет. То есть всё в этом, ну, у нас всё циклично. То есть всё повторяется. История себя повторяет постоянно. Да, то есть как по синусоиде всё это идёт, и есть волна, да, которая имеет какой-то путь возвращения. Да, и она возвращается, и опять всё начинается заново, но, может, какие-то другие перемены. Но, конечно, та идея, которая была у меня в голове, когда я только-только начал свой бизнес, и то, что сейчас, это, можно сказать, две разные вещи. И не всё происходит по сценарию, но в основном, да, это правильный путь, что нужно было, ну, то есть мой выбор был правильный, что я выбрал именно бесконтактный... Сервис. Сервис, да. Слушай, ну, а вот какие были у тебя риски, страхи, да? Как ты искал помещение, команду набирал? Всё-таки это абсолютно новый концепт, да? То есть если ресторан – это что-то знакомое, и я так для наших радиослушателей скажу, да, что с Эдгаром мы работали плечом к плечу, обслуживали там огромное количество гостей, и я знаю, как Эдгар работает в команде, я знаю, какие у него требования ко всему этому, да, как он ответственно относится к этому делу, поэтому вот такой вопрос, да, значит, какие риски, страхи, да, как искал помещение, как набирал команду? Ну, самый большой страх – это было, в принципе, начать. Для меня это первый опыт своего собственного бизнеса, и это был самый большой страх, то есть отпустить удобную работу, хорошую работу, да, и начать что-то своё – это самый большой риск, и то есть самые большие… Ох, как это сказать правильно? Говори по-латышски, если тебе удобно. Я даже по-латышски не найду слова. Да. Но это самый большой страх – это было начать. Да. Набрать команду сложно, но я уже поработал в Латвии уже более двух лет, и была возможность познакомиться с многими поварами, особенно когда такая текучесть поваров была, как последние два года в Латвии, да, я думаю, ну, такого не было до этого нигде, и в любом ресторане это было так же, что очень много поваров менялось, и была возможность узнать очень многих поваров в очень короткие сроки. И то есть выбрать из тех, с которыми я уже до этого работал, которые были хорошие повара, мне, в принципе, не составило большой сложности. Ну, что еще я могу сказать насчет помещения? Помещение было, ну, это сразу ясно было, что есть три пункта, по которым ищется помещение. Это место, потом место, и потом еще раз место, где ресторан находится. Место, место, это разумеется, да. Да, и мой ресторан находится, то есть моя кухня находится на улице Кришина-Барона, это центр города. Вот здесь рядом с тобой, значит, да? Ну, так получается, да. То есть самый центр города, и я понял, что я буду работать с доставками, то есть я должен был понять их радиус поставок, то есть это в основном это где-то примерно 5 километров. И я понял, что я покрываю почти всю Ригу, во всяком случае эту сторону реки Даугава. И, ну, то есть кухню я построил с нуля, то есть это может быть ошибка, которую я больше не хочу повторить. То есть полностью с нуля строить не самостройка, а проблемы с инстанциями, где все надо согласовывать. Вот это меня примерно на полгода остановило, то есть начатие моего бизнеса. Бюрократия. То есть ты прям реально всю технику, все строил самостоятельно, да? Все подрядчики, все, что касается этого. Да, все это я как бы сам. Вот. Ну, как-то вкратце опять так. Так, ну, я еще раз тогда проанонсирую, да, для наших радиослушателей, что мы сегодня разыгрываем в той самой кухне, где Эдгар своим почти руками построил, будем даже так говорить, да, стены и оборудование. Разыгрываем две подарочные карты, да, в два его бесконтактных ресторана. Ваша задача прислать нам варианты ответов, какой еще доставки еды не хватает на таких порталах доставок, как Волт и Волтфуд. Присылайте, пожалуйста, свои варианты ответов на номер 2-5-6-3-0-10-3, 2-5-6-3-0-10-3, а мы обязательно озвучим в конце эфира победителей. Эдгар, хорошо, тогда давай перейдем к первому концепту, да? Почему спарни у нас, то есть почему такое название, почему именно этот концепт, и что туда входит? Расскажи, пожалуйста. Ну, название получилось «Летел в самолете», и это было... И крылья. Да, там был... В самолете есть и крылья, и хвост, так что, ну, все это... Я сложилась так, но если серьезно, то я летел в самолете и думал, что бы я хотел делать, что... Чего нету такого в Латвии еще, что... Чего я в Латвии еще не пробовал, что мне бы было самому интересно готовить. Ну, и пришел к выводу, что надо пробовать сделать крылышки. Куриные крылышки в разных маринадах. Маринады готовят самому. Вот. Один маринад уже был готов, когда я уже в первой работе работал. Это было 20 с чем-то лет тому назад, и мне бы хотелось... Мне очень хотелось этот маринад как бы восстановить и пустить опять в рынок, чтобы люди могли опять попробовать, и понравилось бы так же, как и мне. Но крылышки для меня показалось, что это будет слишком мало, что нужен побольше выбор, предложение должно быть побольше, и не хватает только крылышек. Ну и тогда я подумал, что предложение Fish and Chips в Латвии, в принципе, все места, которые открываются, они как-то очень-очень быстро закрываются. Я решил, ну, что рискну, поскольку это будет вместе уже с чем-то, то, может быть, и пойдет, и людям понравится. Ну и да, и тогда пришел к выводу, что надо делать крылья и хвосты, и хвосты в этом случае, это хвосты рыб, то есть филе рыб, которое подается в пивном тесте. Fish and Chips – это, ну, такое традициональное, да, самое традициональное блюдо в Ирландии и Великобритании. Окей. Ну, то есть это такой отголосок твоей всей карьеры, да, в Ирландии ты долго там был, и ты изучил рынок, ты понял, чего не хватает, потому что, ну, у нас есть действительно парочка комбез, которые предлагают очень качественные, вкусные Fish and Chips, но если мы говорим про крылышки, то у всех, наверное, больше это ассоциация с каким-нибудь там KFC и фастфуд, но уж точно не с quality food, да, что называется. Ну да, именно то, что крылышки в основном используются замороженные, уже приготовленные. Я готовлю с нуля, то есть ко мне приходит свежее мясо, не мороженое мясо, а свежее мясо. Мы крылышки маринуем, на следующий день мы их готовим в печи, испекаем, и потом уже они охлаждаются, и готовятся в фритюре, чтобы получить хрустящую кожу вокруг крылышек. И потом уже мы их, им добавляем глазурь. Ну, я честно могу сказать, что поскольку мы тут вот на ковидном карантине просидели две недели, я помню, как мы с мужем сидим и начинаем обсуждать, что бы заказать сегодня на Вольте, потому что уже действительно уже все надоело. Я говорю, подожди, так у меня же эфир с Эдгаром, с другом, и он давно говорит, Лера, попробуй. И действительно мы заказали с парнем у нас, друзья на Вольте, можете найти на Bold Food. Насколько это вкусно? Насколько, во-первых, там можно выбрать соус, в чем непосредственно обжарены эти, приготовлены точнее, эти крылышки, добавить себе каких-то свежих закусок, которые будут не такие вредные для фигуры, если вдруг ваша спутница не захочет с вами крылышки. Но вот правда, вкусно настолько, пальчики, что называется, оближешь. Сколько в команде, Эдгар, у тебя ребят на данный момент работают над проектом с парней у нас? С парней у нас у меня работают, ну уже трудно сказать, что именно повара работают только на проекте с парней у нас, но у меня в команде пять поваров плюс я. То есть шесть человек мы работаем. В принципе, вся моя команда, они работают не только на спарной у нас, но также и на хумус облет, который у меня второй проект. То есть вся кухня знает полностью от и до два меню. Ну, то есть повара постоянно меняют свое рабочее место, и я не даю им возможности скучать, скажем так. Хочется, чтобы они... Ну, давай смотри, да, у тебя достаточно уже много ребят в команде, практически как вот в одну смену в ресторане работают, да? Да. Если мы говорим про хумус облёда, да, и тут, ну, понятно, хумус, да, это что-то больше из израильской тематики, это что-то из ливанской тематики. Лежний Восток, да. В какую сторону твой хумус и, собственно, с чем его едят, потому что я еще это не пробовала, скажу честно. Я исправлюсь. Мой хумус приготовлен из бобов, которые выращены здесь, в Латвии. У меня уже... Вот как я приехал в Латвию, я уже начал сотрудничать с такой компанией, которая производит пупучи. Что производит? Пупучи. Есть такой... Да, это бобы, хрустящие бобы. Вот. И я сотрудничал с ними, я помогал им разные рецепты делать и использовал, в принципе, их продукцию в своих ресторанах, в своих меню до этого. и не было возможности попробовать ихние бобы, то есть сырой продукт, из которого они готовят. И что самое лучшее, что эти бобы выращены в Латвии. Я очень стараюсь использовать все местное. Я считаю, что таким образом, хоть немного, но я помогаю местной экономике. Отлично. Да. И хумус я готовлю из бобов, потому что исторически, в принципе, хумус так и готовился из бобов, из фава бинз. А фава бинз – это те же самые бобы, которые по-латышски называются ток-пупасы. Ну вот. И поэтому я решил, что хумус аблювода, хумус будет готовиться только из бобов, и я этим буду и отличаться от всех остальных, которые есть уже в латвийском рынке. Ну вот. Идея про хумус аблювода, это пришло мне в голову, когда я был в своем отпуске в Венгрии. У них там очень похожий концепт уже работает. И, в принципе, все ингредиенты, я уже до этого как бы работал с ними в Ирландии, и для меня это не было чужим. То есть я не должен был что-то изучать заново и пробовать что-то новое, что я сам не знаю. Поэтому для меня этот концепт сложился очень-очень легко. Чем едят? Ну, когда открывается меню, есть выбор. То есть ты хочешь хумус аблювода, то есть это все в блюдце, или хочется, чтобы все было завернуто в хлебце. То есть у меня есть хороший хлеб, который, в принципе, изготовлен из трех составных. Вода, мука и дрожжи. И все. Вот такое. И хумус, да, готовится по традиционным рецептам. То есть используется тахини, зира и кориандр, семена кориандра. Ну, плюс хорошее оливковое масло. И, ну, вот таким образом. И в блюдце идет хумус, потом идут вареные бобы. У меня был один клиент, который посчитал, что это не вареные бобы, а это картошка. Бывает и такое. Может, что-то испортилось с вкусовыми качествами. Ну, слушай, сейчас ковид у всех еще. Мы теряем обоняние, теряем рецепторы. Уже и бобы можно за картошку, да? Можно, да. Да. Консистенция похожая, но нет. Ну вот, и потом идет выбор салата. Салат у меня есть виноя с свеклой или табули. Это, как по-русски, это зерно, я даже не знаю сказать. Булгур. Называется булгур, да? Нет, нет. Табули делается из булгур, да? Кускус, булгур, булгур. Ну, а кускус – это третий салат. У меня марокканский кускус – это как третий салат. Потом можно выбрать или фалафели, то есть они тоже у меня готовятся из бобов. Или фритеры. Это сейчас у нас в меню фритеры и с цукини, и с сыром фета. Ой, как вкусно, Эдгар, я такая голодная. Все. Вот зря, зря. Да, надо заказывать. Зря мы переговариваемся по Зуму, если можно было бы это, тет, тет. Тем более на одной улице живем. Ну, приготовить. Ну, да, ну. Как же это? Не додумываешь, но видишь, что у меня вот завтра там… Ну, ничего. Надеюсь, что закажу у тебя или зайду к тебе в гости обязательно. Но я должна позавидовать радиослушателям, которые, еще раз напоминаю, участвуют сегодня в конкурсе, могут прислать варианты ответа на вопрос, какой кухни не хватает на сервисе доставки. Возможно, это тайская, китайская или какой-то ваш интересный вариант ответа, да, с какой-то вишенкой на торте, да? Присылайте, пожалуйста, свои варианты ответов на номер 2563-0103, 2563-0103. Я озвучу вместе с Эдгаром и выберем вместе победителя. Но мы еще не заканчиваем, да, у нас еще есть достаточно много вопросов, которые мы хотели обсудить. Эдгар, давай подытожим. Значит, что такое виртуальный ресторан или бесконтактный ресторан? Это значит, что у тебя, по сути дела, точно так же есть помещение, где ты готовишь, у тебя точно так же есть команда, у тебя есть название предприятия, но у тебя нету столиков, где ты можешь принять своих гостей, у тебя нет официантов и барменов, но у тебя есть возможность доставить в любую точку нашего города, ну, практически, да, сколько там позволяют эти сервисы доставок, все блюда в такой же красивой подаче, теплые, качественные, проработанные индивидуально тобой, ну, просто либо в офисе, либо дома, либо на природе, кто как хочет, правильно? Да, все правильно. Да, чтобы просто слушатели наши понимали, что же это такое, да, бесконтактный ресторан. Ну вот, и как тебе кажется, будущее за этим, в условиях того, что происходит в мире? То, что сегодня происходит, это такое, это будет существовать, такого вида рестораны, они будут существовать. Та ситуация, которая сейчас в мире, она может, как сказать, подчистить рынок, то есть освободить новые места, то есть подлить свежую кровь, когда ситуация, это чрезвычайная ситуация закончится, то есть очень много ресторанов отсеется. Да. И вместо них поступят новые рестораны, то есть новые концепты, новые влияния будут, и рынок изменится. но такого рода рестораны, как мои, они тоже будут существовать, они будут сосуществовать уже с ресторанами, где есть полный сервис. То есть те же самые бармены, официанты, баристы, дизайн, столики, подсветка, и все-все остальное, то, чего у меня нет. И печатное меню, да, и так далее, и валюты, и все-все-все-все. Да. Слушай, ну, можешь ли ты смело сказать, то, что твой бизнес, он максимально такой безопасный, что ли, да, потому что, ну, представь, скольким сотрудникам придется сейчас выплатить паблс, да, пособие, пока и чрезвычайная ситуация, потому что, понятно, если в штате, ну, как минимум, пять официантов, они не смогут работать три месяца, просто помогая раскладывать заказы. Ну, давай честным быть. Да. В этом смысле, да, ну, то есть, я знал, что будет кризис, и поэтому, соответственно, и делал свой бизнес под это. Но, то, что моим поварам боятся насчет того, что кризисной ситуации у них не будет работы, им это не надо. Им придется побояться, может быть, когда кризис закончится, и когда будет уже нормальная ситуация, как тогда будет с работой. Потому что конкуренция будет гораздо больше в том случае. А ты рассматриваешь вариант открытия даже какого-то контактного ресторана. Возможно, это была бы какая-то лавка, то есть, не обязательно это прям полноценный ресторан с 50-ю посадочными местами, да, именно там где-то эти хумасы выдаешь просто. Ну, вот, как знаешь, я боюсь, что в ближайшие годы для этого нету финансового, то есть, нету, в этом нету бизнеса, это только убытки. да, конечно, если у тебя есть много денег и очень-очень хочется блеснуть, то можно открыть ресторан. Но если как я, я хочу покормить свою семью и то есть, обеспечить своих работников зарплатой и неплохой зарплатой, да, я осознаю, что в ближайшие годы это нерезонно, то есть, нету смысла такого такого рода бизнес делать. Причем есть смысл, что ну, то есть, не делать хороший такой дорогой ресторан. И в чем я вижу смысл, что будет развиваться это стритфуд. То есть, вполне возможно, что когда-нибудь на каком-то не знаю, мероприятии появится вагончик спарной анастаси или хумуса блюда. И таким образом я приближусь к своим клиентам. Да, просто у нас настолько развиты все эти сейчас концепты, у нас уже было немало передач про стритфуд. У нас есть и Таллинас квартал, которым просто тусовка не заканчивается летом. Как народ туда зашел, так и ушел утром, грубо говоря, если бы не ограничение еще. У нас есть Канцема квартал, у нас есть Вайф квартал, стейка квартал. У нас уже этих стритфуд места, точек действительно много. не хватает предложения. Да, а я бы все-таки тебе пожелала, чтобы мы в будущем могли попробовать и увидеть тебя, потому что ты безумно обаятельный, безумно честный, что очень мало для этой профессии вообще, потому что люди дико в шеф-поварском деле бывают такие все звездные, такие все очень эгоцентричные, это при всей любви к своим коллегам. Но Эдгар самый честный шеф, которого я знаю. Это правда. И, естественно, вы потрясающе готовящий. Давай, Эдгар, так, у нас остается буквально семь с половиной минут, но мы должны озвучить идеи наших радиослушателей, кто победит. Как ты думаешь, если три пункта, какие плюсы после пандемии для Хорики? Что-то мы уже чуть-чуть затронули, давай три пункта кратко. Один пункт кратко. Свежая кровь будет. Свежая кровь. Да, это поменяются те, которые не умеют или не хотят перестраиваться, они отпадут и придут вместо них новые, новые люди с новым видением, с новыми идеями и с новой энергией. то есть будет более динамичные, более открытые рестораны для людей. Это я так думаю. Как будет как будет в настоящем, это только жизнь покажет. я считаю, что очень многие рестораны отпадут и очень многие повара должны будут забыть про свои звездные амбиции, скажем так. то есть такая всеобщая фильтрация, да, нужно будет сначала упасть, чтобы подняться опять заново и что-то новое вырастить. Ну так философски, Эдгар, очень философски, по-твоему. Ну да. Окей, значит, про доставки. Я знаю, что они берут достаточно большой процент за то, что они публикуют, размещают себя, точнее, тебя у себя в порталах, так как это действительно уже такой маркетинг-ход, если ты на вольте, значит, ты классный, у тебя можно заказывать. Не жалко отдавать? Нет, потому что у меня нету зала, у меня нету расходов на те же самые официантов, нету расходов на поддержание этого ресторанного зала. то, что взяли бы зарплаты официантов, барменов, не знаю, электричества, уборщик и все остальное я даю вольту, то есть, в принципе, то на то выходит, только мой концепт не дает мне возможности говорить со своим клиентом тет-а-тет, то есть, все происходит через планшеты. Иногда бывает минусом, иногда большим плюсом. Ну, то есть, тебе не хватает того, как мы с тобой работали, что ты можешь выйти в зал, ты можешь пройти между столами, поговорить с гостями, спросить. Я, Валерия, даже не знаю. Нет, мне кажется, что я сегодня чувствую комфортнее, когда у меня есть кухня и когда мне не надо узнавать мнение моих клиентов о том, что они сегодня попробовали. Рейтинги, конечно, они работают и в Волте, и в Болте, да, то есть, рейтинговая система есть, но иногда, ну, после того, как ты 25 лет отработал в ресторанах, ты, ну, ты знаешь, что ты готовишь, ты знаешь, почему ты готовишь и почему у тебя меню такое, какое оно есть. Иногда мнение клиента оно не помогает, оно, может быть, раздражает, поэтому я выбрал сегодня работать таким образом. Как бы это, ну, не звучало, ну, неприятно для некоторых. Я думаю, что ты всё правильно делаешь и что твоя интуиция тебя не подвела. у нас ещё есть немного времени, буквально там три с половиной минуты. Давай почитаем тогда ответы, и если у нас останется хотя бы полсекунды, полминуты, мы дадим какие-то там советы, да, для тех, которые, возможно, тоже хотят перейти, шефа, да, в бесконтактный концепт. Смотри, значит, у нас достаточно много сегодня тех людей, которые хотят поучаствовать в розыгрыше. Это тайская кухня, да, ты запоминай, я читаю. Да. Много кафе и ресторанов в Риге, но я не встречала кашную, то есть кафе каши народов мира. Дальше читаю. Современные переосмысленные каши, это другой человек, но видите, каши, оказывается, это действительно, да, так что, Эдгар, всё, давай, третий концепт каши. Дальше, доставка на красивом лимузине, в котором можно прокатиться и поесть вдвоём. Да, то есть тайская, две каши, но одна более красиво расписана, так, и вот поездка на лимузине, вот такие у нас сегодня участники. Так, из четырёх надо выбрать, да? Да, мы можем подарить одному человеку две подарочные карты, либо каждому по подарочной карте выбрать два победителя. Вот мне понравился этот про, обе про каши понравились, потому что это неординарные, неординарные предложения, ну, то есть неожиданные, скажем так, и что интересно, что два человека до этого додумались, поэтому каждому по карте можем дать. Супер, супер, тогда я согласна, потому что, честно говоря, я знаю пару мест, где предлагается каша, но такая стандартная овсянка, на кокосовом молоке или на обычном, и просто какие-то топпинги, а так, чтобы действительно в одном месте сосредоточено и овсяное, и гречневое, и какая-то микс, да, и манка, и кукурузная, их же действительно много, действительно, концепт безумно интересный. Тогда я перешлю тебе номера наших победителей, да, ты с ними свяжешься и расскажешь, как они могут получить свои подарочные карты, и давай у нас остается буквально пару секунд до окончания эфира. три пункта, что ты советуешь при моменте начала своего дела в бесконтактном сервисе? Посмотреть рынок, что в рынке имеется, что не имеется, и насыщенность рынка, то есть осознать свои сильные стороны, то есть что ты умеешь, что ты можешь произвести в очень хорошем качестве, то есть и понять, что эти будут за блюда, есть ли у них конкуренция на рынке. Второй пункт, я думаю, не бояться ступить первый шаг, сделать свой первый шаг и начать свой бизнес. Даже если он не получится, тебе никогда в жизни не придется смотреть назад и думать, почему я этого не сделал. ну и третье, найти хорошее место и может даже и построить его, хотя я этого точно не советую. Это слишком, во всяком случае, сегодня это слишком сложно, потому что столько инстанций, сколько надо пройти. Да, ну и вот это все была программа «Открытая кухня» с Валерией Ивановой. Спасибо огромное нашим гостям, слушателям, участникам. До следующего понедельника. Всего доброго.